Привет всем, постоянный читатель блога про раба, в курсе моя история о неудачном покупке фотообъектива на интернет-магазине фотосклад.ком Я лишился 10,5 тысячи, не получил их и объективу мне не достался Короче, когда я понял, что я лохоносок, я написал заявление в Мелису и написал статью об этом В этой статье я рассказал, почему я попался, какие психологические удочки этих мошенников заставили меня перевести им деньги Там есть нюансы В общем видео я решил записать после того, как получу ответ от полиции на мое заявление к этой статье Но вчера хозяин квартиры позвонил, сказал, что в почтовом ящике лежит письмо из полиции на мою фамилию То есть ко мне вот это письмо, это уведомление Это уведомление о том, что об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению сообщения преступления То есть они пишут По результатам рассмотрения заявления в срок 10 суток, установленной статьей 144 УПК РФ, принятие окончательного решения предоставляется возможным В связи с тем, что до настоящего времени получен ответ по направлению получения поручений ОНВД России по городу Калининграда и ООО Сбербанка То есть они отправили запросы в полицию города Калининграда, где должен быть офис этого интернет-магазина, чтобы они проверили его Ну, на одном из форумов писали, что там нет такого магазина, это не существующий адрес Ну и Сбербанк они сделали запрос по моей Сбербанкарте, чтобы они, не знаю, читались им по движению денежных средств Хотя в заявление прикладывал кассовые чеки о перечислении этой суммы некой Богдановой Наталье Викторовне Последние карты цифры 6602 То есть 10 дней прошло, согласно статье, ответы не пришли, они даже ничего делать не могут Но дальше они пишут, что после проведения всех необходимых проверочных мероприятий, установленным надзирающим прокурором срок, будет принято окончательное решение То есть они, это уведомление и постановление, экземпляр постановления отправили мне и в прокуратуру И прокуратуру, а, прокуратуру они отправили, когда таяться перед прокурором города Полярной Зорья Об отмене постановления об отказе и возбуждении уголовного дела и возвращении материала для проведения дополнительной проверки То есть, я так понимаю, мне надо сидеть дальше ждать таких же подобных писем, которые меня оповещают Что приняли они решение возбуждать уголовное дело или нет Но если я это письмо случайно узнал от хозяина, что оно есть, увижу ли я следующее письмо, это под большим вопросом Потому что сегодня я работаю в Полярных Зорьях, то есть в этой фирме, завтра, может, я уволюсь Или меня уволят, или заказчик с этой фирмой, Ростов, не договор, у меня все по дому разъедется То есть в этом городе, может, я никогда и не появлюсь больше И если они напишут письмо, и что мне надо прийти в полицейский участок для чего-то, я не смогу это сделать Значит, дело, соответственно, скорее всего, и закроют Ну, допустим, вчера, когда я внимательно, невнимательно прочитал это письмо Я понял, что не отказали в возбуждении уголовного дела, и они дальше не собираются расследовать Но моя первая реакция какая была, ну, отказали, отказали, ну и фиксим с этими деньгами Фиксим с этим объективом, и пусть эти мошенники живут дальше Нервы трепают, неохота, куда отказать, письма писать, полицию, прокуратуру Да я и не знаю, что надо делать в этой ситуации После того, как я понял, что я лохоноса, первое мое действие было То есть, первая моя мысль, надо что-то делать, ну, что делать, идти по лицу, да, там, они дальше расскажут, что делать Ну, пришло по лицу написать мне, прислали ответ, отказали Что дальше делать, ждать, не ждать, может, куда-то надо идти писать, ну, я без понятия Это ситуация похожа на ту, как, когда я был мелким в начальных классах, меня обижали старшеклассники Ну, как обижать, там, деньги забирали, там, по затыльнике давали Но я не мог им сдачи дать, мне, то есть, я был, там, один, там, не мог ни на кого-то положиться То есть, ну, да, в начальных классах каждый сам за себя отвечает, то есть, нету такого, там, друзья, там Да и перед старшеклассниками кто там будет в ответку давать И мне осталось только злиться и мечтать о том, что я вырос, сдам сдачи, стану сильным Но мечта воплотилась в реальность, я занялся спортом, научился драться, достиг в боксе, там, определенных успехов И своих обидчиков, на которых очень сильно зол был, получилось наказать там И в этой ситуации мне, так же, наверное, придется изучать этот уголовный кодекс То есть, лезть в эти... изучать уголовный кодекс, в весь процессуальный, блин Искать в интернете, что надо делать, какие мои действия должны быть, чтобы довести это дело Там найти этих мошенников, там, или чтобы их наказали Или они закрыли этот сайт свой Кстати, этот сайт сегодня я смотрел, фотосклад.ком, он до сих пор работает И, скорее всего, люди так же попадаются на их удочку и перечисляют им деньги за несуществующий товар Представить, по комментариям два человека, так же, как и я, попали на немалую сумму денег У меня особо желания нету влезать в этот уголовный кодекс, читать статьи Я про этот уголовный кодекс знаю только из передачи «Дежурная часть», когда они показывают историю, что кто-то что-то сделал И согласно какой статье его осудили, посадили, как-то его наказали Я ни разу в этой книжке в уголовном кодексе в руках не держал Я учился на строителя, всю жизнь работал в строительстве И если заказчик строительной организации заключает договор, то строитель должен предоставить заказчику окончательный продукт То есть построить дом, я не знаю, там, коммуникации какие-то провести и получить за это деньги Заказчик перед началом работы перечисляет аванс, да, чтобы строительная организация запустила, начала делать какие-то работы Если я же не могу, там, или строительная фирма не может поступить так вот, взяв аванс, подойти к этому заказчику через какое-то время и сказать Ты понимаешь, мы на твои деньги оплатили бетон, но бетонный завод нас кинул И мы не можем вернуть ни денег, ни бетона И, соответственно, мы тебе ничего не построим Так что давай расставаться, а деньги мы твои не вернем тебе Конечно, заказчик пойдет, напишет заявление в полицию И полиция сразу же, генеральный директор этой фирмы, закроет за мошенничеством А почему в интернете этого нет? Почему нам первый канал рассказывают о том, как не попасться на удочки мошенников? Был недавно сюжет о том, как не попасться на недобросовестный интернет-магазин, что надо звонить по их указанному телефону Надо проверять их адрес, надо узнавать форму оплаты, там, можно ли оплатить после получения товара или нет И нельзя переводить деньги частному лицу, как сделал это я, перевел Они рассказывают нам, как не отправить деньги мошенникам Почему нет сюжетов для тех людей, которые попались на удочку мошенников и оплатили некачественный товар Или за несуществующий товар Ну, может они и есть, но не попадаясь в эти ролики И почему в этих роликах не говорят, там, план 10 То есть, что надо делать в этих случаях Допустим, написать заявление в милицию В ответ на это письмо, уведомление о прекращении уголовного дела Надо написать там заявление в прокуратуру или еще куда-то То есть, вот, этой информации нету И вот, допустим, да, вот, мне неинтересно сейчас вот влазить в этот уголовный кодекс Считать его, изучать Вообще никакого желания нету Почему я, блин, да, там, наемный работник, да, там, пытаюсь Что-то в интернете зарабатывается Кстати, в интернете у меня тоже там, в США, блин, налоги уходят на государственную казну С моей зарплаты налоги уходят в государственную казну Знаете, за счет этих налогов содержится эта полиция, блин Почему эта полиция, да, не отрабатывает эти заявления до конца То есть, пришел, написал заявление и мне, вот, нафиг эти статьи, блин И учитесь, учаями Через какое-то время бы они написали ответ Да, вот, это вот такие-таки мошенники, там, они закрыли интернет Их интернет-магазин прекратил работать, они больше никого не обманывают Почему вот так, да, вот, не работает эта система Ну, в общем, вот, такие мои мысли Дальше, если будет какая-то информация или какие-то письма Которые я не знаю, как я, каким способом Также интересно было бы узнать о вашем опыте Если вы были в подобной ситуации Получилось ли довести дело до конца То есть, полиция отработала ваше заявление Или так же все спустили на тормоза, получив это письмо Подобные письма, что дело прекратили И расследовать они дальше не будут И вам остается только жить В смысле, что вы там лоханулись, лишились денег и не получили никакого товара Ну, вот, как-то так Ну, до встречи Буду рад комментариям